Всем большой привет! Рада вас приветствовать на моём канале. Мы с вами давно вот так не виделись, у меня всё никак не получалось организоваться, чтобы сесть перед камерой и с вами побеседовать. Потому что, как вы знаете, на всю подготовку нужно много времени, ну и, конечно же, настроения. А у меня этот год очень-очень сложный. Каждый месяц новые испытания, ну просто квест какой-то. И казалось бы, что этот год петуха, мой год, и мне должна сопутствовать удача, успеха, всё должно быть хорошо, но, увы, петушок, наверное, ко мне не пришёл. Поэтому придётся ждать года собаки и надеяться на лучшее. А я хочу ещё раз поблагодарить всех вас за поддержку и за лайки в Фейсбуке, которые вы нам поставили. Нам это действительно очень помогло, придало нам стимула. Вот. Спасибо вам огромное за помощь и поддержку. А ещё из перемен я изменила немножко свой стиль. Мне нравятся положительные перемены в жизни. Даже были вот у меня такие мысли перекраситься в блондинку, нарастить себе длинные волосы, чтобы делать косые разные прически. Ну, мужу так понравилась эта стрежка. Он говорит, что на 10 лет ближайшие ничего не меняем. Ну, на 10 лет меня не хватит, но на какое-то время мы будем сохранять вот такой, наверное, стиль. Так, заболталась я, немножко отошла от темы. Но, несмотря на то, что канал о вышивке, мы же всё-таки люди. И поэтому я хочу, чтобы вы немножко понимали меня как человека. Я, конечно же, не рассказываю вам все подробности, что у меня там происходит. Но немножко как бы вы поняли, что у меня сейчас сложный период в жизни. Каждый месяц у меня такие какие-то изменения очень глобальные. И приходится быстро меняться, находить решения. Ну, в общем, есть сложности, и я над ними работаю. Так, давайте перейдём к вышивке. Хочу подвести итоги рок 1 сентября. Хотя итоги у меня очень-очень скромные, но, тем не менее, какие есть, такие вот и покажем. Хочу начать в первую очередь с вышивки, которую я забыла показать вам в августе месяце. Потому что я её закончила в первых числах августа. К концу месяца я забыла, что я её закончила. Всё-таки в августе мне показалось, что её закончила в июле, что я уже её показывала в отчётах. И она у меня забылась. Позже я просматривала свои видео и увидела, что эту работу я нигде не показала. Поэтому я хочу показать вам мою красавицу, ящерку. Конечно, было видео итоговое по этой работе. Но хочется показать её также в отчётных видео, которые, может быть, просматривают люди в конце года или ещё как-то. Я люблю просматривать иногда, заходить к моим любимым блогерам и просматривать видео отчётные за месяц, так сказать. И вспоминаем, что мы вместе прошли, так сказать. Да, это работа от фирмы Панна. Небольшая такая вышивка. Вышивка бисером. И используется здесь также металлик. Целота, ниточка. Я хочу оформить эту ящерку в салфетницу. Но пока руки мои не добрались. И она вот лежит. Немножко уже помялась даже. Мои свёрточки с вышивками. Вышивается она на очень яркой жёлтой конве. Не знаю, покажет ли камера цвет. Будут ли видны бисеринки. Но вышивка очень-очень красивая, яркая. Я вообще, как сорока, люблю всё, что блестит. Всё мне надо обязательно. И покупала я этот наборчик очень давно. Лежал он, лежал. И вот, наконец-то, он нашёл своё нужное время. И я его вышила. Потому что, как я уже говорила, мне понравилось вышивать бисером. Вот именно на этой ящерке я получила, ну, скажем так, удовольствие от бисера. Он здесь ложится очень хорошо. Ровненько, красивенько. Всё легко вышивалось. Сейчас буквально там несколько дней можно вышить эту красавицу. Поэтому, вот, это работа номер один по месяце. Буду складывать сюда мои вышивки. Дальше хочу показать вам отчёт о моей вышивке от фирмы Думы Крафт. Утки-мандаринки. Это большая работа. 60 на 40 идёт её размер. Данную работу я вышиваю как дорожную. Если мы куда-то едем летом, я её брала с собой и вышивала. Поэтому отчёт я по ней делаю очень-очень редко. Ну, чтобы хоть какой-то участок отшился и можно было бы вам показать какой-то результат. Минуточку. Я тут всё приготовила, но, знаете, она большая. 60 на 40. Вот, видите, весь масштаб вот такой. Выглядываю уголочки. Здесь идёт напечатанный фон. Я давно хотела попробовать такую вышивку и, наконец-то, добралась. Но, как говорится, мы лёгких путей не ищем. Я выбрала большую работу. Вышивается очень легко. Вот. Показываю вам кусочек, который у меня вышился. Видите, да? Небольшой, но это, наверное, самый сложный здесь участок, потому что здесь лотос и там много идёт смешения цветов. Хотя, как я вам сказала, вышивается очень-очень легко, потому что здесь уже вся схема нанесена. Не нужно читать схему. Выбрал один цвет и вышиваю его, пока он не закончится на каком-то участке. Дальше будут пятнышки всякие разные, уточки. Ну, идёт медленно. И, знаете, я уже соскучилась по этой работе. Мне кажется, что в какой-то момент я её возьму как отдыхалочку, вторую работу. Ну, постараюсь что-то отшить для начала, чтобы можно было её взять. Не знаю, как я её встрою в свой плотный график отшива работ, потому что в этом году я разгулялась не на шутку. У меня, получается, уже 15 начатых процессов. И это не предел. Будут ещё процессы. Наверное, в этом году у меня год старта, а в следующем году, в 18-м, будет год завершения всех-всех моих начатых процессов. Ну, так почему-то мне кажется, потому что, ну, раз они у меня начались, и все продвигаются, то в следующем они должны завершаться. Вот. Это, значит, у меня работа дорожная. Ну, когда будет ещё какой-то отшив, фрагмент, я обязательно буду вам показывать. Ну, показывать буду редко, чтобы не показывать два крестика, а вот какой-то участок. Вот ещё раз покажу. Лотос. Да. Тяжело так пристроиться в камере. Давай. Вот. Красивый лотос получается. Что ещё я вам покажу из моих работ? Это кастом крафтс, совы в лунном свете. Эту работу я вышла в совместном проекте от Ольги Хобби-Арт. Такие разные совы. Соблазнилась я опять на совместный проект. Очень красивую работу вышивают девочки. И Оля делает интересные отчёты. Особенно меня завораживает фон в видео, где звуки леса, совы, разные птицы ещё ночные. Звуки очень-очень успокаивают. Поэтому можно смотреть на ночь, пересну, кто у кого проблемы со сном. Так. И что у меня здесь на конве? Покажу так, как есть. Вы уж простите за мятость и... Ну, не очень представительный вид. Вот хочу показать вам всю канву. Вот так. Вот так она выглядит. 50 на 50, по-моему, я мерила. Я уже не помню. И вышиваю я на пальцах. Раньше вышивала на кюснапах, но... Очень тяжело держать в руках. Устают руки. Мышцы на пальцах как-то... Неразвитые пальцы у меня. Поэтому... Переодела я на пальца. И вышился вот такой кусочек. Я ура! Добилась своей поставленной цели на этот месяц. Тысячу крестиков. Я их вышила. Вышивается... Ну, даже я не могу сейчас определиться. 50 на 50. Вроде бы и легко вышивается. С другой стороны, не очень легко. Вышиваю по цветам. По 2-3 квадратика вверх. Беру ниточку и прошиваю вверх. Паркую или дошиваю до какого-то момента. Обрезаю ее. И паркую на нитке. Здесь очень много синих цветов. Причем идут очень близкие цвета. По номеру, к примеру, 155, 156, 157, 158. Вот так ниточки идут ДМС. Поэтому они очень похожи. И очень легко сбиться и потеряться. Нет никаких ориентиров. Я сначала хотела вышивать без разметки. Но поняла, что с таким близкими оттенками цветов, без разметки, для меня это все это катастрофа. Потому что нет цвета, на котором можно ориентироваться. И я ориентируюсь только по границам. Потихоньку размечаю и вышиваю. Вот таким образом. Получается очень красиво. Ниточки хорошие. Но пока вот только синева. И синевы у меня будет еще очень много. Очень долго. Я буду вышивать вот эту синь, чтобы добраться до сов. Я начала вышивать с правого нижнего угла. Видите? Вся работа вот в таких оттенках. Ну, я видела отшив, видела результат. Конечно, потрясающе. Вот ради этого результата можно потерпеть и повышивать всеми синими. Знаете, они очень красивые цвета. И несмотря на то, что, кажется, вышиваешь одним цветом, вышивать все равно интересно. Потому что ниточки очень приятные и хорошо ложатся. Это доставляет удовольствие. Вот. Будем стараться идти в том же ритме по тысячу крестиков в месяц. Чтобы был какой-то результат. Иначе совсем будет мало. Может быть, в какой-то месяц я ее поставлю на станок и подтяну чуть-чуть побольше. Не буду загадывать. Вот хотя бы выполнять свой план. Тысячу крестиков в месяц для меня это нормально. Для меня будет хорошо. Так. И сейчас мы перейдем к основному моему процессу. Бердж-поинт. Итак. Основная моя работа в этом месяце – это Бердж-поинт от фирмы Dimensions. На этой работе я стараюсь трудиться каждый день, каждый вечер. Хотя не всегда получается. Где-то нет настроения. Где-то что-то как-то. И бывают дни, где вышиваю, но очень мало. 200-300 крестиков всего лишь. Это очень мало. Тем не менее, я не позволяю себе ее убирать с моего рабочего стола. Чтобы не отвлекаться на что-то другое. Концентрируюсь на этой работе. Первая причина – это то, что, конечно же, я хочу поскорее увидеть готовый результат. А вторая – то, что эта работа у меня абсолютно неорганизована, не показывала нитки, потому что там творится полный беспорядок. Постоянно что-то я ищу в поисках, меняю, заменяю, смотрю, распарываю, переделываю. И там такая куча ниток, что мне нужно обязательно поскорее закончить работу, иначе я потом, если отложу, ничего же там не разберусь. Как вы видите, у меня есть небольшой, но результат. Вышился дом. Мне нравятся деревья на заднем фоне, кусты, деревья, вот елочки стали проявляться. Вот вышиваю, потом сначала непонятно, полукрестики, полукрестики в три ниточки, а потом смотришь, как красиво получается, так приятно дотрагиваться до этих крестиков, полукрестиков. Они такие объемные, так красиво создается из оттенков, красиво объем создается, очень-очень вдохновляет. И домик у меня вот уже практически готов. Сделала я вчера, крышу доделала, доработала. Осталось мне вышить, вот здесь вот какой-то, какая-то как лесенка защитная, да, на крыше. Вот я ее еще не дошила, там чуть-чуть у меня осталось. Ну и, конечно же, бэкстич. На половине домика бэкстич готов, а на половине домика бэкстича еще нет. Скорее всего, сегодня, завтра я выполню бэкстич. Деревья, вот они березки появились, очень красивые. И вроде бы у меня все хорошо продвигается, но появилась одна большая проблема. Какая? Это ниточка Dimensions. Это цвет 6098. Ниточка 6098, это в ДМС ее приводят как Экрю, но она светлее. Эта ниточка идет, участвует очень активно в фоне. Здесь будет вверху такой фон хмурый, который создает, в общем-то, атмосферу дождливой, такой холодной осени, да, приход осени. И я вначале начала вышивать вот здесь. Извините, у меня тут везде нитки торчат. Начала вышивать Экрю ниточкой ДМС. Вышивала активно, тут такой кусок вышел, радовалась, что у меня уже вот-вот-вот я закончу правый угол, будет там готово. Но потом отошла, посмотрела и ужаснулась, какое получилось белесое-белесое пятно. Совсем не тот оттенок. И думаю, ну пока оставлю, буду работать над домом, на всем, буду думать, что делать. Пыталась я подбирать различные бленды, делать ПНК, ДМС, искала-искала. Но этот цвет подобрать вот 100% невозможно, я не нашла. И может быть в шерсти я еще не искала, есть такой вариант, почему бы и нет. Но тоже не нашла такого оттенка, по крайней мере. Сейчас, может быть, еще где-то поищу, найду, буду думать. И в одном наборе, где я открыла его, я оттуда уже ниточки таскаю, там есть эта ниточка, я долго думала, там ее мало, всего три пазмы. Утащить оттуда, не утащить, а что буду делать с другим набором. А если мне не хватит, там их много, этих ниток нужно. Эта нитка идет и в бленде, и в чистом цвете. И вчера вечером приняла такое решение, что думаю, ну, раз я начала эту работу, откладывать, бросать ее не дошить, то нельзя. Поэтому все наборы, которые у меня есть, я переберу. Эту нитку я оттуда выдерну и буду думать дальше, что делать с другими моими наборами. Главное дошить сейчас вот этот процесс, потому что я не знаю, когда я доберусь к следующим наборам, доберусь ли когда-нибудь, не доберусь. Но время есть еще, а здесь времени уже нет, но нужно ее дошивать. Вот, и вчера вечером я так подумала, думаю, ну, есть такие ниточки GP Coats. И я знаю, что на сайте eBay часто продают эти нитки. Значит, в природе они существуют, в каких-то магазинах их можно купить. Где их можно купить? И я стала в интернете искать. Ну, конечно же, первое, что выдает это eBay, там куча разных ниток. Я вчера как Шедлок Холмс с лупой сидела и рассматривала эти фотографии, высматривала, где там ниточка 6098. Вот поверьте мне, если бы из всех-всех лотов какой-то кучи, да, вот там ниток, я увидела нитку 6098, я бы ее купила, эту кучу ниток, без вопросов. Но нигде не нашла. Искала, искала. Попалось мне три сайта в Америке, которые продают ниточки GP Coats, ну, коробками. То есть там по 12 ниток, по-моему, ну, большие такие коробки, да, как в ДМС упаковками. Я бы купила упаковку, честно вам скажу, но не было опять этого цвета. Представленные на двух сайтах, представленные палитры этих ниточек были очень ограничены, примерно по 30-50 оттенков, мало цветов. И один сайт нашла Walmart, где тоже были нитки, но какие-то остатки тоже там 6098, как назло, не было. Вот, такой вопрос, девочки, может быть, кто живет в Америке, и вам легче это найти и узнать. Есть в природе магазины, которые продают нитки GP Coats? Можно ли как-то заказать, ну, или найти их в интернете? Это очень интересная тема. Мне кажется, для всего Ютуба это была бы очень интересная тема. Если бы мы нашли лазейку, где можно было бы заказывать нитки GP Coats, как бы счастливо мы зажили. Правда, вы, девочки? Да, вот. Ну, а моя история с Burge Point продолжается. Значит, вот я тут две пасмочки себе надергала, и буду сейчас искать еще нитки. И хочется мне сделать вот этот фон правильным и красивым, потому что вот именно этот фон является таким вот ключевым моментом, да, в этой картине. И нужно сделать красиво. Если вот, к примеру, в домике это не критично, это не важно. Какая-то зелень тоже не критична. Я вот сколько присматривалась, все красиво получается. Поверьте, девочки, все хорошо. Если кто будет вышивать эту работу, но вот эту нитку 6,98, я не знаю, где вы ее будете находить, но играет большую роль. Обязательно, обязательно нужен этот цвет. Он особенный. Его подобрать вот никак нельзя. У меня даже была идея взять крыльники покрасить чаем. Может быть, так сделать. Ну что, придумываю уже разные вещи. Думаю, что могу, то и придумываю. Очень мне нравится эта работа. Хочется поскорее ее закончить, потому что планы у меня еще огромные. Мне нужно дошить все свои работы и начать очень много новых работ. Поэтому все-таки будем думать и будем решать. Если сильно захотеть, как говорится, можно в космос полететь. Может быть, это видео кого-то сподвинет. И девочки найдут магазины в Америке, где продают нитки GP Coats. И мы вообще все будем очень счастливы. Будем вышивать любимые раритеты этими ниточками. Потому что, конечно, даже если делать подбором и заказывать с Америки, то одни нитки обойдутся, как целый набор Dimensions. Невыгодно. Но если это какой-то раритет, который мы очень хотим и не можем его приобрести, или за огромные деньги, тогда, да, я думаю, есть смысл заказать даже с Америки эти нитки. На этом у меня все. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши лайки. Желаю вам хорошего настроения. Конечно же, здоровья самое главное. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока. Пока.